напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать сегодня вспомним технические устройства изобретенные в советские времена и так для чего предназначался такой аппарат электроника pv-01 а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это перемотчик видеокассет электроника pv-01 который был разработан в ссср в конце 80-х годов но выпускался с 1992 года перемотчик предназначен для перемотки видеокассет после их просмотра работает перемотчик от 220 вольт и управляется тремя кнопками для перемотки видеокассет влево вправо и для остановки перемотки что это за устройство которое выпускалось 1971 года ленинградским заводом лома это видеомагнитофон лома который предназначен для записи теле или видеопрограмм со звуковым сопровождением на полудюймовую ленту в катушках длительность непрерывной записи воспроизведения на большой катушке 90 минут на маленькой 35 минут выпущено было около 8000 таких видеомагнитофонов что продавалось в советские времена в такой коробке с названием северянка это гирлянда электрическая северянка для иллюминационного освещения на новогодние праздники гирлянда выпускалась 1985 года уфимским электроламповым заводом состоит из 20 последовательно соединенных лампочек и штепсельной вилки предназначена для включения в сеть 220 вольт потребляемая мощность 65 ватт что это за советское устройство светлячок это фонарь карманный светлячок который выпускался с 1971 года и предназначен для местного подсвета питание от двух батарейных элементов 316 по полтора вольта в фонарике используется лампа накаливания на два с половиной вольта 0,15 ампер включается путем нажатия на кнопку что это за устройство который выпускал завод электросила это карманный электродинамический фонарик который с 1940 года выпускал ленинградский завод электросила имени кирова фонарик не имеет источников питания в виде батарей а пользователь приводит его в действие нажатием рукоятки соединенной с динамомашиной которая преобразует механическую энергию в электрическую фонарик получил народное название жучок из-за внешнего сходства с насекомым какое устройство входило в состав такого советского радиомонтажного набора номер один радиомонтажный набор номер один выпускал с 1981 года венецкий завод радиотехнической аппаратуры и предназначен для монтажа радиоэлектронных устройств в радиомонтажном наборе есть электропаяльник типа эпс n25 запасной паяльный стержень две заготовки печатных плат 20 отрезков монтажного провода 10 грамм канифоли и руководство по эксплуатации что это за устройство из ссср под названием чебурашка это прибор для выжигания по дереву чебурашка для детского творчества который выпускался с 1969 года кировским приборостроительным заводом предназначен для выжигания рисунков по дереву прибор состоит из понижающего трансформатора до 6 12 вольт электрошнура и ручки со штифтом наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки работает от 220 вольт что это за советское устройство под названием электроника который выпускалась на экспорт это электронные часы будильник электроника 211 который с 1982 года выпускал светлоградский филиал завода изумруд с 1984 года филиал выпускал часы будильник электроника 211 а обе модели в свое время выпускались и на экспорт эти часы будильник выпускались до начала 1992 года для чего предназначалась это устройство супронар 828 это устройство для радиоуправления моделями выпускали его с 1977 года комплект предназначен для управления по радио моделями кораблей самолетов и сухопутных машинок рабочая частота 27 мегагерц команд управления 6 дальность управления до 300 метров на суше и воде и до 800 в воздухе для соединения с каким устройством предназначена эта советская приставка спутник это дециметровая приставка спутник которая выпускалась с 1980 года приставка предназначена для работы с телевизорами с приемом в диапазоне дециметровых волн без переделки на любом канале дециметровых волн приставка обеспечивает прием сигналов телевизионных студий и преобразование их сигналы диапазона метровых волн салон какого советского автомобиля на фото на фото салон автомобиля москвича 412 1 412 появился в конце 1967 по меркам первой половины 1970-х годов салон москвича 412 элегантен и хорошо оборудован большой приемник появился в более поздних машинах причем лишь в ижевских в каком из этих советских автомобилей двигатель расположен в задней части а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео советские модели автомобилей зас запорожец стали по-настоящему знаковыми доступность дешевизны и весьма неплохие для своего времени технические характеристики сделали горбатые ушастые действительно народными автомобилями главное отличие запорожцев от всех прочих советских легковых автомобилей это расположение двигателя позади пассажирского салона когда на улицах советского союза появились первые венгерские автобусы марки и карус венгерские автобусы марки и карус массово поставлялись в ссср с конца 60-х годов всего в ссср было везено 143 тысячи этих машин автобусы и карус на многие годы в ссср стали самым шикарным общественным транспортом какой автомобиль стал первым в ссср продававшимся для индивидуального использования москвич 400 это советский автомобиль первой группы малого класса выпускавшийся на заводе малолитражных автомобилей в москве с декабря 1946 года по 1954 год это первый массовый легковой автомобиль продававшийся в ссср для индивидуального использования салон какого советского транспортного средства на фото кабина трактора к 700 кировис представляет собой двухместный шумоизоляционный и теплоизоляционный цельностальной корпус предусмотрена печка и вентиляция в двадцатом веке такая кабина считалась современной версией благодаря герметизации в салоне практически отсутствует пыль на сидениях имеются амортизаторы способствующие комфортной езде есть возможность регулирования рулевой колонки изменения мест расположения педали и сидения кабина трактора комплектуется зеркалами дворниками и фарами при подъеме в кабину установлены ступени с поручнями как назывался советский грузовой самолет который стал самым большим за всю историю мировой авиации ан-225 мрия с украинского мечта советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки окобе имени антонова был спроектирован и построен в ссср в единственном экземпляре на киевском механическом заводе изначально было заложено два экземпляра но второй так и не был достроен первый полет был совершен 21 декабря 1988 года какой самолет был самым массовым советским истребителем великой отечественной войны як-9 советский одномоторный самолет истребитель бомбардировщик великой отечественной войны был разработан кб под управлением александра сергеевича яковлева являлся самым массовым советским истребителем великой отечественной войны производился с октября 1942 года по декабрь 1948 года всего было построено 16 тысяч 769 самолетов какой танк стал самым массовым танком второй мировой войны валентайн наиболее удачный легкий и самый массовый английский танк второй мировой войны и в 1940 году запущен в серийное производство всего было выпущено 8275 танков различных модификаций самым массовым танком панцерваффе стал панцер 4 который в различных модификациях немцы успели построить 8700 машин шерман вершина танкостроения сша которые сумели наклепать с 1940 по 1945 год 49 тысяч шерман различных модификаций но т-34 является самым массовым советским танком и всей второй мировой войны на различных заводах ссср с 1940 по 1945 год было изготовлено 58 тысяч шестьсот пятьдесят три машины разных модификаций какую сумму должен был накопить советский гражданин чтобы в начале семидесятых годов купить автомобиль москвич 412 москвич 412 советский заднеприводный автомобиль второй группы малого класса выпускавшийся с октября 1967 года по 1975 год в москве на заводе азлк из 1967 года по апрель 1999 года на автомобильном заводе в ижевске цена на начало семидесятых годов около 5000 рублей при среднемесячной зарплате около 110 рублей а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа салон какого советского транспортного средства показан в данном коротком ролике а а а а а а а а а и а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok